Снова здравствуйте, мои уважаемые 3D-шники. Это, по-моему, уже пятая часть данного урока, он же Making of, по созданию вот этого постапокалитического монстра, Ивана. Такой стебный советский монстр, про него я уже рассказывал. Что мы будем делать сейчас? Вот сейчас в пятой части, собственно, уже есть о чем поговорить. Здесь, как я сказал в конце предыдущей, будет логическое завершение, такое логическое продолжение того, что я делал, создавая обувь для персонажа. Работа с полигруппами, работа с моделингом в The Brush. Я, как и многие, кто много работает в The Brush, наглею все больше и больше, и уже все меньше хочется открывать 3D-редактор. И вот такая задача у меня, мучающий меня вопрос, и не только меня, я уверен. Как бы так исхитриться работать в The Brush, чтобы потом, ну, хотя бы не делать редопологию и не открывать редактор как можно дольше. Вот в моем случае это Max, ну, это может быть любой редактор. И вот это я сейчас буду делать. Начиная от простых каких-то, собака, от простых каких-то деталей к более сложным, уже серьезным. И покажу несколько находок, которые я сделал для себя. The Brush, если кто-то этого не знает, я думаю, будет интересно. Что же я буду делать сейчас? От тела, как я говорил, я немного отдохну, я его пока делал, глаз замылился, устал. Пока поделаем все эти прибамбасы одежду. И с чего я начну? Давайте рассмотрим референс. Я рисовал по слоям его, монстра этого. И вот здесь, давайте, вот это место. Что это из себя представляет? Во-первых, у него ремень с бляхой советской. Бляху мы потом сделаем. А здесь у него крепится, по-моему, замыслу как-то крепится. Я потом придумаю как. По ходу дела, консервные банки. Ну, для чего они служат? Ну, вроде как, таких контейнеров для чего-то там. Это ему одному известно. Но, в общем, такая идея, что это консервные банки открытые, ржавые консервные банки. Конечно, в том же Максе это сделать на раз-два консервную банку. Но я хочу, так, для разминки сделать ее в The Brush. Причем сделать так, чтобы потом как можно меньше с ней в Максе возиться. Максимум убрать какие-то лупы. Ну, то есть, я имел, чтобы я имел на выходе в The Brush. То есть, смог экспортировать и high-poly, и low-poly. В общем, сейчас я все это буду делать. Так, референс в консервной банке. Так, секунду. Ну, консервная банка и консервная банка. Мы видим, у нее ребристая середина. Тут такие кантики с обоих концов, с обоих концов этой банки. И в The Brush, собственно, я к этой банке приступлю. Опять же, для начала, для разминки. Заодно коснемся того, о чем я хотел поговорить, о функции Крис. Так, может я ее неправильно произношу. Я человек сельский, мне позволительно. С чего же начать работу над банкой? Что такое банка консервная? Это, естественно, цилиндр. Вот я выбираю примитив цилиндр. Включаю отображение сетки. Так, это цилиндр с таким, с ребрами по середине практически этого цилиндра. Ну, собственно, так и оставим. Так, я имею в виду поперечное сечение. Оставим ребер. Это такие будущие у нас. Вот эти вот, ребристая поверхность будущая. И здесь мы его уменьшим. Уменьшим ребра вертикальные. Количество ребер вертикальных. Если мы так уставим, да, это вертикальные ребра. Снизим до 10. То есть, понятно, что я здесь делаю модель, как если бы я ее моделировал в максим. Так, и снижаю до 10. Так. Обычно такие вещи округлые делаются 6, либо 8 граней. Это при сглаживании нормали. В принципе, смотрится практически как округлость формы. Ну, я, как говорил, не очень себя ограничиваю. Я ставлю 10. Далее, что я иду? Так, ну я конвертирую, естественно. Так, в поле Меж. Что я дальше делаю? Я иду в симметрию. Потому что экструдировать эти грани будем во все стороны сразу же. И я включу радиальную симметрию. Трансформ. Активирую симметрию, во-первых. Так. R. Радиальная симметрия. И, по-моему, по Y. Нет. Не по Y. Z. И выставлю. Видим, да? Пока ничего не сходится. Выставлю. Поскольку здесь 10 граней. Этих самых. И вот этих дубликатов. Тоже сделаю 10. Дубликатов кисти симметричных. И мы видим, что все отлично работает. То есть, каждый этот дубликат курсора, он находится на грани. Так, я думаю, будет удобнее всего. Да, вот работая с такими вещами. С моделированием ZBrush. С экструдированием полигонов. Вот. О симметрии надо подумать заранее. Далее, что я делаю. Так, где у нас курсорная банка? Я, опять же, не буду к антентичности какой-то полной стремиться. Мы видим, что ребристые здесь вот поверхность это. Здесь рыбы очень близко друг к другу прилегают. Ну, а здесь такие оставлены расстояния. Их я сейчас и сделаю. Очень просто. Я так скрою. Нет, не буду скрывать. Я замаскирую просто часть. Инвертирую. Так, маскирую я. Меня просили все объяснять. Ctrl сжимаю. Провожу по холсту четырехугольник. Замаскировал. Ctrl нажимаю. Кликаю на холсте. Инвертирую маску. W я включаю. Transpose. Тут очень удобно. У него помимо контейнеров, за которые мы тянем, есть еще контейнеры оси. Кликаю. И теперь ровно по этой оси я поднимаю. Пока это не экструдирование, я просто ее деформирую. И то же самое здесь. Опять же говорю, очень такая точная штука мне не нужна. Была бы нужна, я бы сделал в максе. Давайте весь чуть-чуть я его включу. Вот такая будет консервная банка. Так, что же я делаю дальше? Дальше не очень приятный момент. Сейчас она надо все для удобства разбить на полигруппы. У меня здесь своя раскладка, вы помните. Полигрупп, группе visible. Вот я не помню, на какой горячей клавиши. Ну и ладно. Буду жать иконку. Я скрываю какие-то части. Тут видим, уже нарезать ничего не надо. Мы это все задали в параметрах самого примитива. Так, группе visible. Так, одна полигруппа есть. Делю дальше. Вдруг visible. Так, что-то фигу сделал. Ух ты. Что такое? Так, продолжай отделить. Это все. Mode got. Так, группе visible. Группе visible. В общем, разбиваю все это на отдельное полигруппы. Чтобы главное их не было впритык. Просто для удобства. Тут только удобство. У меня сейчас ничего такого тут кардинально влияющего. Вот зараза, что тут. Не хочет нормально. Ладно, сделаем вот так. А группе visible где у меня так. Не хочет, зараза, ничего делать. Что-то у меня видите, какие-то проблемы. Улезает полигруппа. Ну и черт с ними. Все равно я их добью. Группе visible. Вот так убираю по одному ряду. Я это все сейчас удобно для себя разобью. Главное, чтобы вот так они впритык не были, чтобы два рядом стоящих, рядом находящихся ряда полигона не были одной полигруппой. Опять же, только для удобства. так. Посмотрим. Что-то я совсем невнятно сейчас сделал. Ну да и черт с ним. Так, что я делаю сейчас? В меню геометрии Edge Loop я добавляю вот сейчас я покажу на этом добавляю еще один луп закольцованный от полигона. Для чего это сделаю? Я не делал это еще. То есть в реальном времени пока что это у меня только в голове все. спланировано. Edge Loop Видим, да? Полигоны экструдировались как бы, но не в стороны, а по нормальным, то есть по своим. Никуда не ушли, ни вправо, ни влево, но появились такие лупы. И сейчас я сейчас я это все продолжаю делать. Edge Loop Продолжаю этим заниматься. Каждый вот этот вот ряд полигонов делаю ему луп. Тут опять же можно запутаться. Если что, отмотать. Ничего страшного в этом нет. Edge Loop Так. Edge Loop Где у нас тут еще осталось? Edge Loop Edge Loop Все. Вроде бы нарезал я на лупы. Это все. Здесь экструдирование мы не будем делать. Вот мы нарезали. И что теперь я делаю? Теперь я это все хочу. Опять же, мне придется полозиться сейчас полигруппами. Хочу все это замаскировать. Давайте-ка я перемотаю, как я это выделяю. В общем, мне надо вот эти более крупные оставить ряды полигонов. Мне их, точнее, надо замаскировать, а мелкие оставить без маски. В общем, сейчас все увидите. Я на ускоренном сейчас промотаю. Я опять же говорю, я эту банку делаю в первый раз. Но уверен, что все выйдет. разделил я на полигруппы, как видите, более удобно все. И сейчас так, оставляю незамаскированными. Что-то у меня все замаскировалось. Вот же зараза. Что-то у меня не хочет сегодня изображ работать. Совершенно. Так, вот так вот. Все. Начало работать. Что я делаю? Я переворачиваю собственно цилиндр. И включая Move, если мы включим Scale, они будут еще растягиваться вверх-вниз, скорее всего. Так. И поскольку у нас включена симметрия, мы будем тащить это все нормально, так в свою сторону каждая. То есть видим, очень легко все управляется. Наверное, поменьше. Так вот. Посмотрим, что у нас получилось, какой результат. не снимая сглаживания в геометрии. Добавляем сабдивов. Ну, в принципе, да, в общем-то, банка и есть банка, но вот эти вот края нас подводят совершенно. Согласитесь. И что же здесь, какая функция выступает для того, чтобы этого избежать? Что надо делать, чтобы это избежать? Давайте сейчас разберемся с этим. по сути, то, что мы делаем в забраже сейчас, консервная банка и там далее пойдет, это hard surface моделирование. В чем вообще принцип hard surface моделирования? Я делаю какую-то модель, не очень высокополигональную, и в данном случае в максе это модификатор turbo smooth, вот, набрасываю этот модификатор, который пытается все это сгладить и подразделить сетку. Видим, да, что собственно мой куб превратился черт знает во что. И тут мы, как в любом hard surface, если вы моделировали, вы знаете, всего лишь добавляем кольцо, еще одно кольцо ребер. Давайте. Причем, чем ближе мы его добавим к уже существующим ребрам, тем более жесткий, там будет угол. Давайте сейчас и посмотрим hard surface. Уже стала форма более жесткой. Если я подведу еще ближе, еще более жесткой. Видим, да? Если подведу совсем близко, совсем жесткой. вот это основы hard surface моделирования. Давайте сейчас для наглядности еще разобью. Вот, добавил еще новые ребра и получил вот такую форму. Это и есть hard surface моделирования. и в the brush есть подобная функция. макси закрываю. Кстати, вот эта черепушка на моем рабочем экране, это тот самый tool, который я скину вам. Собственно, нам надо сделать то же самое, как вы, наверное, уже догадались. И отвечает в the brush за эту вот функцию добавления ребра. Так, параметр находится в меню геометрии. Крис вот он. Здесь у него есть разные настройки. Я пробовал, в принципе, так, не особо меня устроило эти настройки, не особо я в них, не особо я ими пользуюсь, в общем-то. Нам надо самые простейшие, то есть, только нажатие вот этой крис. Так, включу отображение сетки. Что делает эта крис? Она добавляет вот это самое, этот, этот самый луп из ребер к той части полигонов, которая видна в данный момент. Вот сейчас я ее нажму и если мы приблизим, то увидим, что да, такая штука у нас появилась. Видим. Добавилось снова ребро очень близко, к сожалению. Но если мы сейчас сделаем сглаживание, это по сути тот же Turbo Smooth. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Видим, что здесь все сгладилось, а здесь остался жесткий край. Вот, собственно, Hard Surface моделирование в ZBrush. И сейчас мы это применим консервной банке. Но для начала я еще сделаю кантик, как на референции консервной банке видно, что есть такой кантик по краям и есть еще тоже ребра на верхней и нижней крышки. Но здесь верхней крышки не будет. Будет это все из односторонних полигонов. Вся моделька с двойным отображением, с двухсторонним отображением нормали. Все это, опять же, объясню. Все это в процессе станет понятно со временем по ходу этого урока. Так, я отмотаю эти сабдивы и сделаю вот этот кантик. Так, что я делаю? Ну, я скрываю все, кроме дна в данном случае. Маскирую его, снова делаю видимым все, инвертирую маску и, так, включив Move W, Ctrl, Shift, Alt, экструдирую поверхность эту. Нравится мне или нет? Ну, допустим, нравится. Так, снимаю маску и выделяю эту полигруппу, вновь образованную. То же самое все проделываю. W, Move, Ctrl, Shift, Alt, экструдирую уже в сторону. немного так. Так, ну, то же самое только вот с этим и теперь. С этим рядом. Так, снимаю маску, полях и муха. и то же самое сейчас все делаю. W, Ctrl, Shift, Alt, и, собственно, я сделал этот самый кантик. но видите, что-то я сделал тут не то, скорее всего, не снял маску или захватил лишние полигоны. Сейчас мы это все узнаем. бывает, бывает такая проблемка. Потому что я не знаю, прям с чего она вылезает, но периодически вылезает, зараза. здесь все в порядке, в принципе. Давайте еще раз это все сделаю. Наверное, вот из-за этих полигонов у меня ничего не выходит. Как я с этим сейчас справлюсь? Я выделю вот это дно с обеих сторон и сделаю точно то же самое. Так, двойное отображение включу. В геометрии Edge Loop. Так, но сейчас, в принципе, должно получиться. Можно даже это все подрастянуть. Под будущий этот кантик. Возможно, так будет лучше. W, Ctrl, Shift, Alt. Что-то она все равно там не то пошла. Я видел это даже уже. Все, справился я наконец-то. Кстати, вот обратите внимание, на примитиве, на этом, на цилиндре, вот эти точки не сходятся. Они не склеены, не соединены. Но это в максе, я их соединю без проблем. Так. Сейчас отмотаю, слишком сильно сделал этот кантик. Вот так вот. Пусть это будет. Ну и продолжаю. проверяю, все ли нормально. Все нормально. Продолжаю. Еще раз его выдавлю. Или, скорее, знаете что, для облегчения работы не выдавлю, а вдавлю вот эту, вот эту часть. так. Нет, это я сделал неправильно совершенно. В общем, понятно. Сейчас я выдавливаю еще вот этот ряд. Вот этот ряд светлых этих полигрупп. даже, наверное, захвачу еще один вот этот ряд синий. Так. Ctrl, Shift, Alt. И чуть-чуть его тоже экструдирую. Посмотрим, что получается. Нет ли косяков. Какие-то вроде есть косяки, все равно, мне кажется. Вот непонятная совершенно мне вещь. Это, я думаю, вот из-за этих вот треугольников. Да. Это из-за треугольников, поэтому давайте-ка их удалю. Я уже говорил, я не делал раньше эту консервную банку дурацкую. Сейчас возьму, да и удалю эти треугольники, чтобы они потом уже никогда мне не мешались. Ну ладно, все. я это оставляю. Удаляю. Вылетел зебраж. Вот, ебрес это. Ну, слава богу, я добился с одного края того, чем мне надо, вот этот кантик сделал. Как я его сделал в результате. Как помните, зебраж вылетел. Так вот, есть вот проблемы какие-то, выискались. Именно вот с этой частью. Давайте покажу, как я обошел. Во-первых, я включил кис-слайс и спокойненько вот эти, так. Ну, можно было и так. Где она здесь? Вот, я отрезал полигруппу. Вот она, с краю. Что далее делаю? Я спокойно ее экструдирую, как уже экструдировал все прочее. Так, маскирую, делаю видимым. Инвертирую маску. W. Ctrl-Shift-Alt. Так, поправлю сейчас все это. Так, ну посмотрим, получилось или нет. Должно получиться. Не получилось. Ну, что ж такое? Почему вылезают эти запчасти? Непонятно совершенно. А, нет, я сделал не так. Собрал я вам. Так, вот что сделал. Я всю эту полигруппу экструдировал. Так, запоминаем. Вот так я всю экструдировал. И вот это был уже по-моему нормальный результат, насколько я помню. да, ничего не заехало никуда. Так, вот я как сделал с двух сторон. Теперь, что я сделал? Выделил вот эти полигоны. Так, стойте. Днище вот это выделил. И сделал то же самое. Групп, ой, edge loop. Так, ну и расправил немного эти edge. Благо у нас радиальная симметрия есть. Кистью move я это делаю. Я без проблем с этим справляюсь. Так, и далее что? Далее я экструдировал, но уже внутрь, вот эту часть. move, ctrl shift alt и чуть-чуть ее внутрь. Вот так у меня вроде бы все срослось. Да, наконец у меня все срослось. Так, что я хотел? Срезать верхнюю часть. Сейчас посмотрю. Ну да, это все удаляю, остальное. Все невидимое удалил. Сохранил. Потому что сегодня у меня заброшено, что-то вообще капризничает. Так, и что теперь? Ctrl shift D, ой, Ctrl D. Накидываю sub div и вижу, что все сглаживается, неприятно. Надо вот эти делать края более острыми. И что нам надо? Нам надо оставить их видимыми. Во-первых, крайняя часть, ну это как всегда при hard surface, она остается жесткой. Но нам надо все вот эти вот грани сделать жесткими. Для этого применим вот эту функцию, которую показывал Крис. Добавляем новое ребро. Так, надо добавить на острых гранях. Давайте опять же все это скрываю. В общем, оставить те грани, которые надо делать острыми. Сейчас вот эти первые две. В общем, все, что остается, там добавляется это ребро. Так, Крис. Посмотрим результат. К сожалению, управлять, как в том же Максе, вот этим новым ребром нереально здесь вообще. Но, в принципе, в данном случае, в похожих случаях, это и не нужно. Так, устраивает. Так, что-то не то сделал. Так, удаляем дальше. Оставляем, то есть, ребра, которые будут нам нужны. Так, в общем-то, оставили. Ну, посередине все это тоже удалю пока что. Если что, набросаю. Крис. Опять сглаживаем. Ну, в общем-то, все, мы получили этот кантик. Вполне себе приемлемый. Там, где нам был нужен. Все. что я еще хотел делать? Я хотел удалить одну из крышек. Так. Как я удаляю? Очень просто. Просто делаю все, что хочу удалить скрытым и удаляю скрытым. На этом, по-моему, в прошлый раз все и вылетело. Все. Вот такая вот штука. Не заметьте, включена, поскольку двойное отображение. Вот такая, в общем, вполне себе консервная банка. Единственное, ничего не хватает, не хватает. Ребристые поверхности вот здесь. Сейчас буду это исправлять. Так, сохраню еще раз. Что-то у меня совсем сегодня забраждет. Как я уже говорил, плохо себя ведет. так, оставляю видимой только эту полигруппу. Что же ты? Нехорош сегодня такой. И делаю вот этот edge loop. Так, сделал. Еще раз. на синий вот этот edge loop. В принципе, можно еще, наверное, сделать. Давайте еще сделаем. Edge loop. Так, ну, допустим, harim. Сейчас все это замаскируем. Да, здесь будет не так уж просто на самом деле. сбилась симметрия у нас. Сбилась у нас симметрия, к сожалению. Сейчас давайте я включу локальную симметрию. Возможно, поможет. Помогло. Ну, что ж, делим на полигруппы это все. Наконец-то я разбил на полигруппы. как-то более-менее. И теперь я просто вытяну эти части без экструдирования, скорее всего. Просто так. Все вместе сразу не получится. так, что-то я вот все не то, уже устал. Так. W. Так. и просто их поднимаю вверх. Так. Смотрю на результат. в принципе, вполне. Так я, наверное, это и оставлю. Нет, наверное, слишком сильно я вытянул их сейчас. Сейчас чуть меньше их сделаем. все. Все. Давайте вот так и оставим это все дело. Единственное, что вот здесь я еще немного экструдирую и стяну. выберу эту полигруппу и просто стяну все к центру. Ctrl-Shift-Alt и стягиваю это все к центру. Просто так в наглую в одну точку. Посмотрим, что сейчас будет. Все равно растянется, но эти точки объединю. Ну и бог с ним. Вот такая вот консервная банка. Еще накину. Вот такая консервная банка получилась. В принципе, согласитесь, вполне себе консервная банка. Можно сделать было чуть пожестче здесь. Ну ладно. Что еще можно сделать? Можно как вариант в меню Deformation какое-то изглаживание. Например, Crips. Вот мы видим, стало даже более похожим. Вот так вот. Ну все, на мой взгляд, это настоящая банка. Если бы не вылетел за брошу, у меня в какой-то момент не сбилось все и здесь немного не исказилось, она, видите, такая стала, бочонкообразная немного, то вообще была бы замечательная банка. Да, с ней я провозился какое-то время. Легче это было сделать в том же максим. Но, во-первых, для понимания вот этого функции, вот этой Crips, добавление ребра еще одного. Это надо было. Ну и во-вторых, для того, чтобы немного набиться этим руку, потому что дальше будут более сложные формы. И сейчас мы будем делать, в принципе, использовать то же самое, но будем делать топор. топор уже будет сложнее.